В братском храме святителя и чудотворца Николая идут последнее праздничное приготовление. Воспитанники воскресной школы совместно с прихожанами старательно украшают высокие красавицы ели. Ведь именно сегодня ночью будет совершаться одно из самых торжественных и величественных богослужений в году, посвященное светлому празднику Рождества Христова. Я в воскресной школе с четырех лет. И каждый год мы ждем этот праздник с нетерпением. В храме мы наряжаем елки. Также мы разучиваем в воскресной школе рождественские калятки, которые также поем в храме и дарим праздничное настроение людям. Мы все вместе собираемся. Достаточно много детей приходит, потому что это очень весело. Тут царит дружественная атмосфера. И приятно поукрашать храм перед Рождеством, чтобы потом в сам праздник было приятно посмотреть на него. Для каждого из учеников воскресной школы при храме всегда найдется занятие по душе. Безусловно, на первом месте изучение основ православной веры. Но также можно научиться пению в церковном хоре. А в это время в воскресной школе идет репетиция настоящей батлейки. Это старинный белорусский народный театр, название которого происходит от искаженного польского «Бетлием», что на русском звучит как «Вифлеем» – название города, где, согласно библейскому сказанию, родился богомладенец Иисус. Мы оставились тогда, поспешили мы сюда, потому что добрый пастик здесь родился, как звезда. Это, по-моему, и счастье сыграть, сделать самим куклу, показать театр, как будто ты сам ходишь, ты представляешь, как будто ты там именно в этот момент. Руководит всем процессом неравнодушный преподаватель Елена Валевич. Наши дети в кружке, в театральном кружке, занимаются тем, что мы не только изучаем священное писание, но мы его как бы воплощаем в жизнь, хотя, кажется, только в куклах. И с помощью кукол мы таким образом знакомимся больше с церковной историей, с церковным преданием. С нынешней нашей атмосферой у нас Рождество проходит не так, как в прошлом году, но вообще мы очень рады, показываем вот это вот все, как было раньше, до нас, чтобы все, ну, до сих пор все верили и продолжали верить в Бога. С верой и упованием на Божий промысел живет и отец Павел, а потому уже совсем скоро с прихожанами он будет встречать радостный и светлый праздник Рождества Христова. Не задача в том, украсил ли ты елку, убрал ли ты свою квартиру, свое жилище, а в том, как ты подготовился к этому празднику, насколько ты максимально приблизил себя к Богу. Всех дорогих телезрителей я поздравляю с праздником Рождества Христова. Желаю от родившегося Богомладенца Христа самое главное – это здоровье и спасение души, а остальное все приложится нам.